Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня хочу снять для вас вложек о том, как я пою, как я занимаюсь. Ну, не конкретно пою, да, а как я занимаюсь. И сегодня уже 3 часа, ой, не 3, 2, и к 3 часам мне на вокал постараюсь. У меня половина батарейки вообще, у меня как всегда всё спонтанно, я не могу никак собраться, всё с собой возьму. Моя преподавательница ещё не знает, посмотрим, как она будет готова и не готова к съёмке. В общем, попытаюсь для вас снять, как я распеваюсь, что мы там поём, занимаемся, мы сейчас готовимся к концерту. Не знаю, как я буду петь, потому что я очень сложно учу эти английские тексты. Я на самом деле английской песни, я не знаю ни одной наизусть, но по книжечке, как бы, да, по словам я могу петь. Вот, это моя большая проблема, или лень, или что, я не знаю, что, короче. Ну, в общем, готовимся, мы всё равно готовимся и будем петь. У нас тема кино, мы песни из кино учим. Вот, ну, одну из песен я уже вам ставила, наверное, её я и буду петь, вот, разучиваем. Так что я собралась, сейчас одеваемся и едем. Как же, как же нам не снять, как мы едем в машине? Даже особо сказать нечего. Ну, так, чтобы подготовкой. Просто в машине прикольно снимать. Я люблю снимать в машине. Кстати, интересно, как будет слышно, я опять без микрофона, просто спонтанно включила камеру. Вот, едем. Я уже пропустила, на самом деле, до этого много занятий по вокалу, потому что я себя не очень хорошо чувствовала. Вот, и график свой нормализовала, наконец-таки. Я теперь встаю, девочки, в... И мальчики. Вдруг смотрит мальчик, обидится. Встаю сейчас в 9 часов и ложусь в 9 часов. Просто спокойной ночи, малыши. Такая я вот стала молодец. Так уже у меня 3 дня именно в 9 часов. До этого я меняла графики. Я в 7 ложилась, в 7 вставала. В 6 ложилась, в 6 вставала. В 5 ложилась, в 6 вставала. Так я вот подвигала. Кстати, нужно будет снять, наверное, блог о том, как нормализовать свой график. Если вдруг вы ночью бодрствуете, а днюк спите. Потому что, на самом деле, ну, как бы это ничего страшного, да, такого, но что-то в этом есть. Что, ну, в смысле, все работают. Я вот об этом, да. Все работают, все бодрствуют. Все дела делаются у нас конфеткой. Съем сейчас. Мне за рулем часто бывает тошнит. Ну и вообще бывает мне тошнит от жизни. Шучу, у меня прекрасная жизнь. Да, я ей конфетки купилась, и они кисленькие. Такие классные. Вот если тошнит, не тошнит от сладкого. Это можно кисло-сладкую конфетку такую съесть. Она прям хорошо делает. Вообще мужик медленно-медленно пересекает мне дорогу. Вообще, я еду по главной, все меня должны пропустить. Вот. Но я все равно, когда еду по главной, все равно смотрю по сторонам, потому что сколько дебил. Вот действительно минус этой конфетки, что она прям заполняет каждое отверстие в вашем супе. Если он немного болит, то будет болеть много. В общем, я к тому, что график меня от всего надо, потому что большинство людей все-таки бодрствуют у нас днем, а ночью спят. Особенно в Ростове это очень сказывается. В Москве, когда я жила, еще очень много мест открыто в Москве. То есть можно куролесить, салоны красоты, торговые центры есть, которые там, ну, магазины. В общем, много, что можно купить ночью, поэтому в принципе ничего страшного, что мы ночью спим. Ночью бодрствуем, а днем спим. Но вообще это не очень полезно для организма. Я сейчас служу за своим организмом, за своим здоровьем, поэтому нужный правильный график. Поэтому сейчас я еду к трем часам, а не к восьми, проснувшись за час. Как обычно это делаю. Сейчас к трем часам, может быть, еще договорюсь, чтобы пораньше приходить. вот так вот мы немного сняли в машине. Кстати. Нормально, кстати, и так. Чисто, это, чисто. Надо открыть даже. Погода сегодня шикарная. Уже причем второй или третий день. Обычно я очень редко открываю форточки, потому что я такая мерзлячая. В этот раз я открываю окна все просто, настерж. И мне кайф этот свежий воздух. 31 января, а как будто весна. Я надеюсь, в феврале не заставит нас расстраиваться. Ой, кто-то звонит. Вот не люблю, когда у меня в сумке телефоны все, и кто-то звонит, и мне приходится вот так одной рукой на ощупь или звонит на ростовский номер. И телефон. Ой, что такое? Что такое? Алло. Нет, ничего не работает. Зависит телефон. Четвертый телефон терпеть не могу. Надо висать. Че делать? И при этом я еду. Не повторяйте моих ошибок. Вот так вот нельзя делать. Включайте все телефоны. Не, когда я просто вот так вот работаю, по телефону звоню и еду, смотрю на дорогу, то все нормально. Но вот это искать телефон, нажимать что-то на кнопочках. Это вообще очень опасно. Но я медленно еду. Ну, 20-30 километров в час, поэтому... Короче, у меня зависит телефон. Кто звонил, не знаю, как. Понятно. Может, еще откуда нет. Ой, короче, офигенское вообще просто настроение. Офигенская погода. Хоть еще все застывает. Короче, я хочу гулять, я хочу гулять, пойти куда-нибудь на набережную, в центре погулять, на Пушкинской. Ладно, что-то я все болтаю-болтаю. Мы уже скоро подъезжаем. Скоро будем петь. Так что увидимся внутри. Ну, вот мы с вами в кабинете начинаем разбиваться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Пока моя преподавательница ушла, скажу. Вокал — это сплошные ассоциации. Вообще, очень сложно учиться. Вот вы видели, она мне говорила, там представь то, представь это. Это очень сложно, как бы, но... Работаешь, работаешь, потихоньку, как вот маленький ребенок начинает ходить. Вот так вот начинают люди петь. Главное, что преподаватель слышит что-то, да. Но я сама чувствую, что по-другому немного пою. Мне вообще на преподавателя везет. Мне кажется, я считаю, у меня вообще самый лучший преподаватель. Вот. В Ростове и в Москве есть хороший преподаватель. Ссылку на ней я тоже оставлю. Здесь или там. А в Ростове вот здесь я нашла эту школу виртуоза и вот такой преподаватель, как у меня. Я его всем рекомендую. Вот. Сейчас распечатаем текст и будем петь. Слушайте. 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 Слушайте.